Доброе утречко всем! Тут не я одна, тут еще Мушенца с вами хочет поздороваться. Сейчас я покажу вам ее. Мушенца, здоровайся! Она, как всегда, около орифера. Здесь лежит. Ей очень даже хорошо. Правда, Муха? Тебе хорошо? Скажи привет-привет всем. Привет-привет. Ну все, Муха тоже поздоровалась. Возвращаясь к вам обратно. О чем хочу поговорить. Недавно, ну кто смотрит мой канал, видел, что я там периодически пытаюсь что-то разобраться со своим здоровьем. Но делаю это очень медленно и с трудом, потому что у меня как-то к врачам, ну не знаю, вот так сложилось, какое-то у меня к ним не самое доверительное отношение. Поэтому хожу очень редко и, наконец-то, сдала какие-то анализы. Меня отвели за руку, держали, чтобы я не сбежала. И, в общем, все я сдала. Выяснилось, что у меня очень высокий холестерин. Ну, я думаю, что в возрасте за 50. Это вещь такая не самая удивительная. Все там в организме, конечно, накопилось за это время, за годы жизни всякого разного. Не сойдя на то, что я не пью спиртное, не курю, не пью даже кофе. И стараюсь все-таки не объедаться по возможности пирожными, пирожными булочками и шоколадными конфетами. Не ем жареное. Очень давно уже у меня просто нету газовой плиты. И я все готовлю в мультиварке. То есть, в основном, все тушится. Тем не менее, вот результат такой, что он где-то очень далеко выше нормы. Начиталось после этого в интернете, что есть полезный холестерин, есть вредный, есть такой, который помогает, строить там мембраны между стенками сосудов как-то, а есть тот, который откладывается на этих сосудах, из-за чего, конечно, может быть инсульт и всякие прочие неприятности. Поэтому хочу поспрашивать у тех, кто с этим уже столкнулся, и кто с этим как-то живет и борется. Ну, может, живет, но не борется. Может, борется, но не живет. В общем, давайте поговорим об этом холестерине, как с ним справляться. Очень не хочется пить таблетки. Я понимаю, что если я с такими анализами пойду к врачу, он мне сразу, скорее всего, выпишет. Это будет с точки зрения официальной медицины, классической, правильно. Но это значит опять подсесть на таблетки. И, как сказала мне одна знакомая, которая их пьет, пока ты их пьешь, все хорошо, когда ты прекращаешь пить, он опять ползет вверх. Сидеть все время на таблетках честно не хочется, потому что все не имеют свои побочные действия. Вообще не хочется никакой зависимости. Я и так уже принимаю кое-что. На протяжении 20 лет это уже имеет свои последствия. А не пить не могу. И добавлять что-то еще не хотелось бы. Ну, по крайней мере, если есть шансы, справиться с этим иначе. Я почитала все, что на эту тему есть в интернете. Вот, интернет нам в помощь. Выяснилось, что возможно и диеты, конечно, и травками различными, и соком морковки, потому что морковка там содержит пектин, он тоже как-то справляется с этим плохим холестерином. И то, и все. И поэтому хочу спросить совета. Может быть, кто-то действительно тоже не сторонник такой лекарственной, лекарственной медицины, и с этим делом справлялся сам. Давайте вот поделимся опытом, потому что мне понравился, например, рецепт использовать прополис для очистки сосудов. 7 капель на 30 мл воды до еды за полчаса. Три раза в день. Надеюсь, что тот прополис, который продается в аптеках, он вполне для этого подходит, что не надо делать самостоятельно. Хотя это несложно сделать. У нас продается прополис, у нас продается, ну, хотя бы, по крайней мере, можно купить водку настоять, не на спиртомах. А что ты меня касаешь? Играется, играется. У меня нет никакого холестерина, очевидно. Потому что мне хорошо живется. Вот так, такая смешная, такая милая. Вот. В общем, пока меня муха там кусает, хочется вот как-то эту проблему решить. Собираюсь посидеть немножко на диете, которая будет заключаться в отказе от булочек, в отказе от майонезика, который я люблю намазывать куда-нибудь. Ну, масло-то надо хоть какое-то немножко оставить. Капелюшечку. Читала, что очень хорошо бобовые. Чашечку бобовых в день кушать. Замечательно просто. Они тоже очень полезные. Что я там еще начиталась. В общем, если кто-то с этим как-то справлялся и получил хорошие результаты, давайте обсудим все это. Попробуем. Потому что есть, я знаю, много людей, которые так же, как и я, либо не ходят к врачам, не любят это дело, либо просто не имеют возможности сходить. Но чувствуют себя неважно, прямо скажем. И если считать, что одна из причин этого возраста вот этот холестерин, а это страшная вещь, потому что очень не хочется довести себя до какого-то там, скажем, инсульта и быть беспомощным, то поговорим, как с этим можно справляться. Кому что реально помогло. Потому что в интернете много есть и чаев, которые рекомендуется пить, тот же боярышник заваривать, еще что-то. Тем не менее, хотелось бы вот именно какие-то реальные примеры того, что вот я это пил, ел, и после этого у меня холестерин ноль. Ну, или что-то вроде этого. Мушенцы, не кусай меня. Ты меня отвлекаешь от важных разговоров. Вот такой крик о помощи, потому что не хочу таблеток. Хочу сама с этим справиться, даже просто для того, чтобы понимать, что ты можешь с этим справиться сам, не прибегая никакой химии. Ее и так уже достаточно в организме. Жду ваших рассуждений на эту тему и желательно, конечно, вот каких-то положительных примеров того, как вы с этим справились. Мы с Мушенцей прощаемся. Да, Мушенца вот так покусает и потом полежет. Всего хорошего. Пока-пока.